Этот метод очень древний он был, когда еще не придумали ни компьютеров, ни электричества. Сегодня я расскажу, как переносить такие маленькие эскизики на большой лист своими руками, без использования какой-либо техники, компьютеров или телефонов, древним методом по клеточкам. Так делать удобно, я так делаю, когда переношу свои эскизы на большой холст, чтобы писать акрилом или маслом. И вы на канале смотрите, сусили с собой. Для этого нам понадобится линейка, карандаш, маркер или лайнер, и, конечно же, наш эскиз и плоскость, куда мы переносим. Также я взяла файлик, но удобнее брать обложку для тетради. Берем наш файлик, прикладываем и обводим сначала внешнюю сторону, а потом делим на прямоугольники. Я выбрала для длинной части поделить на 5 частей, а для более короткой на 4. И получается у нас вот эскиз мы не портим, а рисуем на файлике, а эскиз остается в порядке. Дальше нужно взять наш уже большой лист и мы делим наш большой на такое же количество прямоугольников. Так, я рисую не по самому изображению, не по самой картине, а делаю вот такие вот маленькие засечки на внешней стороне. Так, у меня человечек, которого я хочу перенести более или менее точно, я вот так вот покладу сверху и проведу другим цветом еще линии. Вбивайте в поиски «Смотри, рисуйся ли собой» и смотрите другие полезные и интересные видео. Не забываем подписываться и нажимать колокольчик. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok